Уважаемые друзья, дорогие лауреаты, приглашенные, гости, сегодня впервые вручаем учрежденную Высшим Госсоветом Союзного Государства премию в области науки и техники. Совместные успехи в этой данной сфере – результат многолетнего нашего сотрудничества. А пройденный белорусскими и российскими учеными путь от идеи до эффективной реализации инновационного проекта – это показатель высшей степени взаимного доверия. Говорят, наука интернациональна, но все-таки ученые не всегда открыты в своих исследованиях и даже в результатах своих исследований. А это демонстрация того, что мы и на стадии открытия, и на стадии конечных результатов тем более, абсолютно едины, не просто интернациональны. Первая награда за выдающиеся результаты в научной деятельности, создание инновационной продукции в области космических техники, технологий – это стимул для дальнейшего развития интеллектуального, технологического взаимодействия России и Беларуси. Я часто вспоминаю принятое решение о развитии у нас так называемых космических технологий. Тогда много было споров и в Академии наук. Ученые мне предлагали этим не заниматься. Ну подумаешь, зачем Беларуси эти космические исследования? Я не скажу, что они были неправы. Может быть, в том смысле, для чего предназначен космос, Беларуси, может быть, и не надо. Позаимствовать могли и у россиян. Но я думал о том, что вот эти вот современные, суперсовременные технологии, такие как космос, биотехнологии, потом развитие собственного ракетостроения и атомная электростанция, IT-сфера. Если мы будем этим заниматься, то это поднимет государство и нацию на более высокий уровень развития и потянет очень много смежных отраслей и сфер. Так оно и произошло. Вот все, что я перечислил, мы имеем очень высокий уровень развития. То есть для нас, вот лично для меня, для принятия решения, было важно, чтобы иметь вот эти вот зерна, маяки высокотехнологичного современного развития. Это даст толчок и оно дано. Люди этим занимаются, интересуются и так далее. Что не менее важно, наши успехи, прежде всего, вас, показывают народы Беларуси и России едины в своих целях, сильны братскими узами и верны общей исторической памяти. Но и вызовы, которые ставит сегодня перед нами время, у нас тоже общие. Отвечали и будем отвечать на их вместе. Очень много в последнее время я говорю о том, что не надо кричать и плакаться по поводу сегодняшних санкций. Вот для ученых это огромнейший шанс. Вы будете востребованы как никогда, потому что никакие политики, никакая экономика без вас, без новых технологий, прорывных инновационных вещей мы ничего сделать не сможем. Точно так в экономике и в других сферах. Вот ушли там немцы, американцы. Ну ушли, ушли, уходите. Это шанс для развития нашего внутреннего рынка, наших технологий, наших производств. Поэтому особо переживать не надо. Надо какое-то время, чтобы мы могли перестроиться. Я намекаю на то, что без вас мы это не сделаем, без ученых. Поэтому, пожалуйста, подключайся. Мы будем увеличивать союзные проекты, но будем их приземлять. Фундаментальная наука всегда была важна, но нам прикладная сейчас крайне необходима. Вот то, что вы делаете, это нам крайне необходимо. На этом идеологическом фронте вы главные бойцы, потому что идеи, несвойственные нашему славянскому менталитету, а порой губительные для нашего духовного развития, экспортируются к нам извне, прежде всего с технологиями. Поэтому вы, исследователи, разработчики, должны быть, ну хотя бы на шаг впереди. Должны быть в авангарде развития наших стран и наших государств. Только так. Объединяя человеческий капитал и компетенции двух стран, мы продолжим усиливать наши позиции. Это объективная реальность, и с ней придется считаться тем, кто развязал против нас эту гибридную войну. Абсолютно убежден, что ситуацию, которая нагнетает, теряющая глобальное превосходство и враждебно настроены к нашему славянскому единству лидере, возомнившие себя мировыми элитами, мы преодолеем. Мы эту ситуацию преодолеем, о чем я только что говорил. Трудности для нас станут дополнительным стимулом для развития и не только науки, но и во всех сферах деятельности наших государств. Я хочу, прежде всего, пожелать вам, вашим коллегам, выдающихся успехов в дальнейшей научной и производственной деятельности во благо наших народов. во имя будущего, если уж так громко сказать, нашей восточнославянской цивилизации. Как никогда эта поддержка сегодня этой цивилизации нужна. Нам ее просто нужно сохранить. Я хочу также, уважаемые друзья, в канун нашего общего праздника поздравить вас с заслуженными наградами. Пусть ваши идеи всегда будут, как вы часто говорите, на гребне волны. И позвольте мне вручить вам эти государственные награды. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.